Ну давайте я вам кратенько расскажу, что такое гражданская оборона. История создания гражданской обороны в нашей стране. Многие не раз слышали словосочетание гражданской обороны, но немногие знают, что она значит и какой объем работ скрывается под этой, казалось бы, простой фразой. На самом деле гражданская оборона – это целая система мероприятий по подготовке и защите населения от опасности, возникающих при военных конфликтах, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Обо всем этом в ходе урока учителями, на которых предстали сотрудники пожарной части, узнали семиклассники седьмой школы. Дети привыкают к одному и тому же педагогу, к одному и тому же тембру речи. А здесь, получается, приходит специалист с той службы, которую он представляет и рассказывает воочию, из практики те ситуации, разбирает с ребятишками. И им более понятно, более наглядно. И они могут задать те вопросы, которые их больше всего интересуют, потому как в интернете много есть полезной и не очень полезной информации. Они делают свои детские выводы, а здесь специалист уже может более точно, более полно ответить на вопросы и рассказать ту или иную ситуацию. Ребята выслушали лекцию об истории образования гражданской обороны, о том, какие меры предпринимают специалисты для защиты населения, а также посмотрели фильм, созданный специально для этих целей. Но самое интересное огнеборцы оставили на конец урока. Школьникам было предложено померить ОЗК. Детям, конечно же, интересно посмотреть что-то, узнать новое, увидеть и попробовать. Сегодня мы попробуем одеть противогаз и ОЗК, костюм защитный. Общевосковой защитный комплект применяют именно для защиты человека от отравляющих веществ, биологических средств и радиоактивной пыли. Но померить его нужно было не просто так, а постараться справиться с нормативами. Все эти действия происходят на время. То есть это нужно делать очень быстро, пока не произошло заражение. Конечно, у семиклассников не вышло сдать зачет, но удовольствие от процесса и полученная информация они, несомненно, получили. Стоит отметить, что руководство школы старается проводить подобные уроки с участием представителей различных служб как можно чаще. Одной из первых должна была быть встреча с медиками, но из-за пандемии их загруженность не позволила провести урок для ребят. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Нам нужно замаскироваться.